Приветствую всех на канале Мотковод. С вами я, Евбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Так, друзья, сегодня 26 августа. Ну, нашлось у меня время и хочу посмотреть стартера, где мы подлаживали маточки. Так как, ну, когда последнюю сделал прибивку, там, 10-го числа, я вам показывал, что подлаживал маточку в клеточку. И после того, как бы, ихняя судьба мне неизвестна. Ну, через 9-го я подлаживал, 12-го я приоткрыл заслонки. Ну, и как бы, сейчас будем смотреть, приняли или не приняли, потому что, может, их и не приняли, а у меня времени не было. Напомню, сегодня уже 26 августа. Принесли все рамки сюда, ребята, ну, из корпусов. Вот, морозим их. Ну, видно там. Морозим и слаживаем. Которые рамки, конечно, испортили, пришлось, пришлось, ну, утилизировать. Которые нормальные. Ну, не очень-то их много, но какие-то-то испортили. Ну, и сейчас будем смотреть. Так, одеваю, друзья, костюмчик. От нашей торговой марки Долина Мед. Костюмчик, правда, я уже, так, испачкал за сезон, но я костюмом радый, ребята. Костюмом радый. Так что, рекомендую. Ладно, смотрим. Напоминаю, тут лежат рамки, сушатся. Сушатся рамки. Чулы тут на рамках, видим сколько. Бог их знает, что они тут сидят, сушат или... Ну, сейчас посмотрим, что они тут делают. Сушат или просто сидят на них. Посмотрим. Сейчас еще будет не очень приятно, если, конечно, маточки меня не попринимали. Сушат, ребята. Видим, да, что осталось только запечатанное и блестит в пергах. Тут, да, тут точно так же. Я доволен. Я доволен. Посмотрим еще какую-нибудь. Например, эту. Ну, тут еще ДНД есть сироп. Тут еще не все досушили. Не забываем, что мы их еще подкармливаем, ребята, и они... Иногда даже слаживают в эти рамочки. Тоже их подкармливают. О, боже, как прилепили. Стартера мы скоротили. Ну, как и все семьи, мы скоротили. Они, наверное, на шестех рамках стартера. Да, на шестех рамочках. Ну, и будем смотреть. Надо бы это. Видите, так запрополисовали даже те рамки, где они не сидят, что даже их невозможно без тамески отлепить. А заставную так, вообще... Так. Ну, на первый смысл нету, смотрите. Это полностью кормовая. А вот там вижу уже расплод на этой рамке. На этой. Да, тут печатный. А, ну, это, конечно, печатный старый расплод. То, что я подсаживал. Подойду на свет. Потому что это пчелы вылезают уже. Это еще из последних тех рамок, что давалось. Ну, а тут яйца, ребята. Там, где открыты ячейки, то все яйца. Да, то все яйца. Сейчас найдем. Нам надо найти ее. Ну, приняли же ее все-таки. Это уже хорошо. Сейчас только посмотрим, потому что, почему только яйца. Ну, это ее. Ее уже запечатывают расплод. Мы видим, что еще не до запечатаны, которые только запечатываются. Которые только запечатываются. Которые. Ну, это тоже ее. Да, тут открытый расплод. Мелкие личинки. Видно? Так. Ну, а это наша маточка. Так что, тут приняли. Я этому радый, конечно. Потому что могли и не принять. Напомним, что они были с 3 апреля, когда расформировалась семья под стартов. 3 апреля и по 9 августа без матки. Это значит весь апрель, весь май, весь июнь, весь июль. 4 месяца. Они были без маток. Ну и приняли. Кстати, видите, друзья, что осталось с полосок? Какие кусочки остались с полосок? Погрызли их как. Тут тоже это все. Ну, немного запечатано. Тут открыты, там яйца. Тут темно, не знаю, видно, не видно на камерах. Видно? А, вот и маточка ходит. Так, дай сначала, я посмотрю, мне покалечили ее. Потому что могут откусить ей какую-то часть ноги. Нет, все нормально. Ходит маточка. Все нормально. Ну, все, очень хорошо. Я этому радый. Сейчас посмотрим другую воспитательницу. Ну, воспитательницу, говорю, стартер. Сейчас посмотрим другой стартер. Немного раздвинем. Ну и слаживаем. Это очень хорошо. Потому что могли и не принять. Ну, за первым разом могли не принять. Обычно в моей практике бывает такое, что за первым разом не примут. Подставляю вторую и уже как бы все нормально. Да, в этом году, если честно, ребята, довольно очень вообще хорошо приемы. Даже, даже не знаю, в этот год какой-то очень хороший на приемы. Потому что иногда хуже. И да, и в этом году еще, ну, те все, которые были подложены и матки, очень маленький процентаж надо было менять, ну, по каким-то либо причинам, что мне не нравились. Очень маленький процентаж. Так что я этим сезоном доволен. Видим, друзья, да, как прилепляют. Потому что действительно, когда смотрю чужие ролики, когда там так вынимают одной рукой рамки, ну, так кажется, что как бы они там уже были, а потом показывают. Тут что, сушат, не сушат? Ну, тут тоже есть. Ну, тут еще есть блестится еще довольно много. Еще сушить и сушить. Кстати, эту рамочку надо было скачать и утилизировать. Не знаю, по какой причине она тут, потому что она старая. Ну, пускай уже, ладно. Лежит там, говорит. Ну, что, друзья, зажимаем кулачки. Надеемся, что... Надеемся, что ее приняли тут тоже. Ну, смотрите, первую тоже нет необходимости. Это полностью кормовая. Вторую тоже, наверное, нет необходимости. А в середине гнезда будем смотреть. Да, тут тоже. Тут тоже есть открытый расплод. Это ее уже расплод. Вон, только печатать. Видно? Да. А, вот, это хорошо видно на камеру. Так, да, это довольно хороший тут расход. Все, все мне нравится. Так, ищем маточку. Ищем маточку. Так, посмотрю на вторую еще. А, вот, маточка. Так, посмотрю-ка я сначала сам. Все нормально с маточкой. Нету никаких явных дефектов. Бегает, ищет, где бы сеять. А с этой стороны засеял, это вот, со все яйца. Или будет видно, наверное, да? На темных. О! Видно? Видно, по-моему. Ну, увидим, потому что мы на камеру видим. Так, маточка тут. Приняли и одну, и другую. Я очень этому рады, так как ребята сейчас очень катастрофически мало времени. Если бы сейчас их еще не приняли, приходил, да, это тоже все засеяно, плотно довольно засеяно хорошо, мне нравится. Если бы сейчас, ну, приходилось еще вот на такое время тратить, ну, было бы, еще бы больше не успевали. Так. Все, ребята, я рад. Так, подводим итоги. Значит, 4 месяца пробыли семьи без маток. Не отрутовели. Не отрутовели, ничего такого страшного с ними не произошло. Ну, приходилось подлаживать расплод для того, чтобы они отрутовели ориентировочно раз в неделю. Расплодом особо, ну, не брезговал каким, открытым, закрытым, какой был, такой и подставлял. Ну, старался, конечно, более печатный, потому что, чтобы, чтобы потом не срывать лишний раз маточники, потому что каждый четвертый день делалась перекидка, ну, на наличие, проверялось на наличие маточников свищевых. Ну, и чтобы, потому что, чтобы стартер работал, надо, чтобы в нем не было никаких свищевых маточников. Потому что, если можно, ну, если проворонишь этот свищевой маточник, выйдет матка, ну, по-первых, они сначала станут хуже принимать данную вами прививку, а после того и вообще перестанут, так как выйдет уже неплодная матка, будут там бегать, и им будет не до прививки. Потому что, ну, надо за этим смотреть. Так, значит, каждый раз в неделю ставилась рамка, каждый четвертый день проверялось на наличие маточников. Все меня отрутовели, приняли матку, видимо, за первым разом, и я доволен. Все, друзья, судьбу стартера от начала до конца показал. Ну, потом еще покажу, как перезимуют, но это уже, ну, теперь я показываю, как их, как бы, профилактика от клеща, ну, не профилактика, а лечение от клеща. Потом будем наблюдать зимовку. И, ну, судьба этих семей, они на другой год опять будут участвовать в стартерах. Так, если кто помнит, следит за каналом, тут четыре семьи, они все четыре участвовали в стартерах. У меня всегда так. Я не беру, не подбираю какие-то специальные семьи, они вот у меня тут всегда находятся. Просто две пользуются в начале сезона, ну, как бы, все четыре пользуются в начальство, потом нету в этом необходимости, пользуются только две уже, две воспитательницы. А две в середине лета уже расформироваются на семьи. Эти же идут до конца сезона, ну, без разницы, или та, или та. Это я уже во время самой работы выбираю, которая будет до конца сезона, которая уже не нужна. Потом они перезимают, есть в любом случае какие-нибудь такие семейки будут, которые слабенькие выйдут из зимы. Эти семьи будут подселяться сюда, потому что, ну, вот в день формирования стартера. Как это будет происходить? Пришлось отсюда, забралась матка, и если есть такие семейки, пришло вместе просто с пчелой, пришло, поставилось, ну, из той семейки тоже матка забралась, подставилась туда весь печатный расплод, кормовые рамки, ну, пошли по другим делам. А весь печатный расплод поставился сюда. Вот так мы формируем, особо мы, как бы, специально не делаем. Эту расформировала, в любом случае, в практике есть слабенькие семи, которые не жалко пустить для таких нужд. Ну, как-то так, друзья. Все, тогда на сегодня будем заканчивать. Подписываемся на наш канал, ставим классы, кому не нравится дизлайк. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok